Не обманули меня? Я думаю, что они там чёрные. Так, новинки, чё там новинки? Ага, вот могли бы отрезать. Да, девочки, под нос. Привет, мои хорошие, я жду не дождусь, когда я для вас сниму, а через Майфикс Пайс. Вот такая вот большая пакета. Ну вот-то, ну почему я так начинаю говорить? Что я хотела сказать? Вот такая вот большая покупка, вот. Получилась пакета. Ну ладно, не суть важна, очень много новинок, те, которые я скорее хочу использовать, попробовать. И вообще просто не люблю, когда у меня стоит пакет, я его не разбираю, ну, понятное дело, вы уже знаете, да? Кстати, очень заценили мой фон, я читала комментарии, прям кайфовала. Я тоже, девочки, кайфую от белого, светлого, всё такое красивое, светлое, и я рада, что вам всё это понравилось. Вы заценили, сказали, что кайф для глазок. Поэтому продолжаем кайфовать, продолжаем наш обзорчик. Итак, давайте сначала новинки. Вот такая вот классная корзина для фруктов, 25 см, она в диаметре, стоит 99 рублей. А знаете, что я хотела узнать? Из чего она? Хромированная сталь. Ну, я думаю, что она не должна у нас быстро потемнеть, да, что-то с ней встать, не должно. В общем, у меня всегда на столе хранятся яблоки, бананы хранятся отдельно, потому что они быстро темнеют. Ну, бывают апельсинки ещё, да, или какие-то другие фрукты, но в основном яблоки. И как раз-таки они хранятся у меня в прозрачной такой миске, которая всегда нужна. Сделать салат мне или ещё что-то. Поэтому, мне кажется, вот такое прям самое то. И сохнуть быстрее фрукты будут вот в такой миске. Данечка пришёл к нам. Ты скажи привет всем. Привет всем. Привет всем. Так, ещё из новинки, смотрите, появились новые крышки. Вот такие крышки, которые я хотела купить на Алиэкспресс. Знаете, вот у меня на самом деле какая-то карма на эти крышки. Я их всё время смотрю, всё время хочу заказать. Мне то ли их цена не нравится, я не понимаю, что это, нужно они мне будут или не нужно. Из Джум, из Алиэкспресс. Пыталась такое заказать, но так и не заказала. И в итоге они всё-таки в фикс-прайсе появились. Здесь их раз, два, три, четыре штучки. Правильно всё? Не обманули меня, а то они могут, знаете. Набор маленьких эластичных крышек. А сколько штук не написано? Крышка растягивается до 10 сантиметров. Четыре штуки. А, размер S. Ну, честно говоря, я не видела там других размеров. Ну, в общем, смотрите, такая крышечка, такие заклёпочки у неё три. Да? Ну, вот смотрите, например, яблоко, да, я поела и половину не хочу съесть. Половинка яблочка осталась, я взяла, натянула на половинку яблочко и всё, и положила в холодильник, да. У меня частенько так что-нибудь бывает. Или, например, банка какая-то. Не люблю я хранить вот эти крышки отдельно там, отдельно эти банки. Вообще не люблю это всё дело хранить. Короче, я взяла, надеюсь, мне пригодится. Четыре вот такие вот штуки. Может, я сейчас даже пойду, что-нибудь в холодильнике найду и уже сложу. Посмотрим. Так, а цена этих крышек? Чек! Чек! Цена этих... А! 77 рублей. Написано. Слипунь-дяя. Слипунь-дяя. Так, смотрите, новые салфеточки вот такие вот появились. Салфетки у нас очень быстро расходятся, поэтому я взяла и чёрные, и белые, и мне интересно, какие они внутри. Значит, на белых написано очищающие влажные салфетки с углём, на чёрных написано очищающие влажные салфетки с углём. По 60 штук и там, и там. Ну, а чем же они отличаются? Непонятно. Детокс. Давайте откроем, посмотрим. Я думаю, что они там чёрные. Ставьте стоп, пишите в комментариях, как думаете, какие они там. Ну, кто не знает, естественно. Кто знает? Нееет! Они белые! Пахнут обычно, углём не пахнут, ну и, соответственно, белые тоже белые. Белые и чёрные. Вот было бы прикольно, да, если бы мы открыли и были бы чёрные. Вот это было бы зачётик. А так, с углём. И откуда я знаю, на самом деле, с углём они или нет. Короче, салфетки обычные. Сколько стоят салфетки? Не пойму, но пишу вот здесь. Не могу найти. Дальше, дальше, дальше. Ну, раз мы начали с салфеток, смотрите ещё салфетки. Может быть, это не новинки. Мистер Чисто на помощь спешит. Хозяйственные влажные салфетки. Я, как вы знаете, тут дома начала убираться. Кто смотрит мои влоги, мне вообще кажется, что самоизоляция очень многих раскрыла бьюти-блогеров, которые только красились раньше, говорили о красоте, а теперь они на своих каналах готовят, убирают. Такие хозяюшки. Никуда не надо идти, никуда не надо бежать. И, в общем-то, показываем мы своё истинное лицо. Всё-таки мы можем, когда захотим. И вот поэтому я сейчас вся на уборке. Купила себе вот такие Мистер Чисто. Мне кажется, что прикольные салфетки. Я хочу сейчас достать и посмотреть. Давайте о них чутка почитаем. Здесь 120 салфеток. Здесь 60 и здесь 120. Примерно знаковый размер. Надеюсь, они не очень тонкие. Состав 60% целлюлозы. Не оставляют разводов. Удобно держать в руке. Кто пользовался такими, напишите. Но это новинка. Возможно, вас немного кто пользовался. Открываем, достаем салфетку. Пробуем запах и качество салфетки. Качество, я вам скажу, обычное. Обычная салфетка. Такая даже более бумажная, чем вот эти. Вот эта, смотрите, она вот здесь не тянется, да? А вот здесь она раз такая и растягивается прям. А эта вот как-то не растягивается. Такая, знаете, бумажноватая. Ну, запах приятный. Как обычная салфетка. Ну, наверное, какое-то чистящее средство добавлено, да? Влажные салфетки хозяйственные. Просто чисто, мгновенно удаляют пыль, грязь, любых поверхностей. Подадут для уборки дома и дачи. Будут незаменимы в путешествии. Ну, в принципе, это и обычными можно делать салфетками. Если кто-то разницу как бы уловил, то расскажите мне. Короче, у меня море салфеток теперь здесь. Так, новинки. Че там новинки? Ага, кружка. 77 рублей. А я покупала в Хофф за 189 рублей. Очень похоже. Очень. Я только единственное не помню фирму. По-моему, тоже у меня что-то такое. Люминарк или что-то такое. Я не знаю, правильно читаю или нет. 320 мг. А у меня, по-моему, 350 было написано. Сейчас я притащу свою кружку и мы сравним. Надеюсь, она чистая. Конечно же, она была не чистая, потому что я только что допила свой напиток из нее. И мне прям, ну, кайф сравнить. Так. По высоте они одинаковые. Вы слушаете, ну, они очень похожи. То есть, ручки сейчас. Да, одинаковые. Они абсолютно одинаковые кружки. Знаете, когда ты уже пользовался своей кружкой постоянно, и кажется, ой, это тяжелее. Моя круче. Я же за 189 рублей ее покупала, да? Возможно, это вообще та же фирма и такая же кружка. Просто знаете, что страшно? Вот взяла я, подходит для горячих напитков, написано. Я взяла в хоп, да? И не переживаю. Кипяток наливаю, еще что-то. Она у меня уже, блин, наверное, больше года эта кружка. Точно не помню, да? Единственное, что, смотрите, когда я ее мою, ну, это, наверное, это во всех моих кружках. Когда я ее мою, кольцо, видите? И я кольцом вот, ну, как бы, беру, допустим, да? И кольцом. И у меня вот здесь вот такие полосочки. А это сейчас такая новая, классная. Короче, в фикс-прессе все время дно отваливается, да, у кружек. Страшно их использовать. Но так как они абсолютно идентичные, даже... Слушайте, а тут какие-то цифры на дне еще есть. На моей написано ARS29. Как-то так. Вот, ARS29, да. А здесь, а здесь, знаете, что, ARS20... Непонятно, 25. Может быть, это играет роль? А? Ой, короче, будем тестить на протяжении долгого времени. А так они идентичны. Кстати, я заметила, что у меня сейчас за кашель происходит. Я сегодня очень мало кашляю. Кто беспокоится за мой кашель, там, да? Я очень мало кашляю. И, как видите, да, вот я разговариваю, и у меня бывает раз, и это. Кашель... Я прям чувствую, у меня сегодня очень сильно, знаете, не знаю, как тахикардия или что-то, знаете, такое... Тын-тын-тын, наплывает на тебя. Тын-тын-тын, и отпускает сразу. И вот оно, оно к кашлю меня толкает. То есть, я нормально себя чувствую, у меня даже не першит в горле ничего сейчас. И вот я сейчас сижу с вами, разговариваю, чувствую тын-тын-тын, и вот так как бы, да? То есть, и кашлять особо не хочется. Короче, это, походу, точно связано даже вот не с простудой, не с пылью, а что-то сердечное. И я не скажу, что я сильно переживаю. Ладно, во влоге все это дело обсудим, давайте дальше. Для меня, блин, все одно. Смотрите, антисептическое средство продается в фикс-прайсе. Антисептическое средство для обработки рук. И оно, кстати, стоит-то недорого. Всего здесь пол-литра. Оно стоит 149 рублей. Девочки, чтобы вы понимали, вот столечка, ну то есть вот столечка, да, вот немножечко, я покупаю спирт, который сейчас стоит 123 рубля. И его разбавляю там на вот такой бутылечек. Но как бы еще, если купить глицерин и еще купить перекись водорода, все это смешат, получается, короче, в три раза дороже, наверное, мое средство. И тут оно жидкое. Получается, я могу его перелить. Сейчас я понюхаю его. Спиртом не пахнет. Непонятно, оно же, знаете, чем пахнет? Какой-то жидкостью для очищения там окон, например. Ну, не выражай, пожалуйста, садись. Так, состав, вот что я хотела с вами прочитать. Вода подготовленная, диенизированная. Глицерин, активаторы, бензиловый спирт, полигексаметилин, гуанид, гидрохлорид. Кто знает, что это? Добавки по уходу за кожей, аллотоин, функциональные добавки. Пит, пап, отдушка, пищевой краситель. Для вариантов в цветном исполнении. Буду обрабатывать руки. Дальше, из новинок, салфетки одноразовые, индивидуальные. Взяла эти салфетки только потому, что здесь на картинке нарисовано, что с ними можно сделать. А-а-а, что с ними можно сделать. А я думала, они уже сделаны. Не поняла. Короче, открываем. Салфетки типа под маски. Ну, у меня же маски заканчиваются. Я их давно покупала, но тем не менее не заканчиваются. Я думаю, бля, беленькие, я возьму. Так. Просто вот такая маска. Типа мы берем такие 3-4 штуки. И здесь на картинке нарисовано, что мы их складываем. Складываем, а, 3, сложите в 2-3 слоя. Складываем, загибаем пополам и делаем надрезики, короче. И получается маска. Вот такая. Я вам поближе поставлю. Короче. Так это просто сухие длинные салфетки. В общем, да, из которых удобно делать маски. Вот так. Все. Под маску прям. Рулон салфеток. Понятно. А я думала, уже здесь отрезаны. Вот могли бы и отрезать, в самом деле. Так. Что у нас из новинок? Па-па-па-па-па-па. Да, девочки. Поднос, который я скоро выкину. Я шучу. Нет. Этот я выкидывать не буду. Он, кстати, достаточно прочный. Как будто не из пластика даже сделан. Он покачественнее тех подносов, которые я выкинула не так давно. И вообще, очень удобно иметь подносик. Особенно на кухне. Мне кажется, в цвет он очень даже мне подходит. Мне понравился такой с перышками. Еще там был под дерево. Вот на моем втором канале я прям показываю все расцветки, которые там были. Я прям шла по магазину. Да, вот кто не смотрел. Я обычно сначала снимаю вот этот вот поход по полочкам. А потом через день, через два, когда я доберусь до этого пакета, я уже снимаю сюда большой обзор. Поэтому, если вы хотите первыми узнать, какие новинки в фикс прайсе, то ссылка на мой второй канал под видео. Так вот, я выбрала вот такую расцветку. Перышки серенько. И здесь написано тропик. Тропик. Очень клево. И как раз взяла для кухни, чтобы вот сюда положить там кофе, там сахар свое. Вот это вот все, да. Чтобы красиво смотрелось в красивом подносе. Вот. Размер у него 30 на 22 сантиметра. Состав полипропилен. Срок годности не ограничен. Могут пользоваться, пока не надоест. Так, вот для этого я хотела подносик, чтобы поставить, вот, чтобы оно не было на салфетке. У меня на салфетке стояло до этого. По-моему, аккуратненько. Так, дальше. Ну, это обычно я беру вернель детский. Решила взять. Я беру либо ленок, либо вернель. По-моему, одинаково хорошо пахнет. Я сейчас много стираю еще. Ой-ой-ой. Мне нельзя сейчас такое не употреблять. Так, еще я взяла вот такие вот коктейльные трубочки железные. Но трубочки я не взяла для того, чтобы с них пить. Я не знаю, нужны они будут или нет. Но, возможно, я их вообще выброшу. Железные трубочки. Какой кайф из них пить? Многоразовые еще тем более. Я взяла это все из-за и вот этого ершика. Потому что я, Деньке, купила паильничек, в котором такая трубочка находится и которую нужно чистить. Когда-то у меня была кофемашина, где я могла делать лату сразу в ней. И там как раз-таки шла трубочка. И ее все время мне было сложно чистить. Из-за этого даже отчасти я отдала эту кофемашину. Вот. Но сейчас у Деньки паильничек, где тоже такая трубочка. И, в общем, очень удобно ее будет чистить таким вот ершиком. Вот ершик нужен. Даже 77 рублей один этот ершик стоит. А трубочки я выброшу, честно говоря. Так, что у нас еще? Эфирные масла, девочки, взяла. Я вам в прошлом видео показывала лампу вот эту, да. Я уже хочу скорее попробовать. Опять же, я говорила в видео, где-то я читала, что эфирные масла, они еще по составу тоже должны быть хорошие. Что-то там в эфирные масла добавляют, что может быть не очень хорошо, да. Я еще до конца не разобралась в этом, да. Я просто взяла эти масла, как бы, в надежде, что у них хороший состав. Вроде бы почитала, ничего лишнего нету. Вроде бы Олиум Рисини какой-то. Джипени Мириус Камьюнис Фрюти Сойл. Короче, девочки. А, у них же еще свои названия какие-то. В общем, здесь состав состоит из двух компонентов. Вот само Оил, да, вот это лавандовое, да, и еще Олиум Ричи. Везде вот это. Олиум Рисини или Рисини, да, Олиум Рисини. Что это такое Олиум Рисини, я не знаю. В общем, я взяла эфирное масло лаванды, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло можжевельника. Я не знаю, что они делают, но мне кажется, что-то полезное делают. В общем, будем капать. По 50 рублей, по-моему, они стоят. Спасибо, солнышко, спасибо. Чек, пусть лежит. Стельки с памятью, девочки. И 99 рублей стоят. Их можно вырезать по ноге. Я давно хотела попробовать стельки с памятью. У меня часто приходят из интернет-магазинов, особенно китайских, обувь. Там то на размер больше, то еще что-то. Потому что не угадаешь. У них немножко по-другому размеры какие-то, да. И бывает прям необходимо стельку подложить. Но мне кажется, она здесь такая прям толстая. Прям толстенная. Спасибо, зайчик, положи сюда. Толстенная вот такая вот стелька, да. Ну, в принципе, если она такая ортопедическая, вот она нажимается уже. Я ее нажимаю, да. И она вот уже. Или здесь. Где? Вот тут. Уже вмятина, видите? Уже вмятина. Ну, короче. Можно отрезать. Тут плохо, конечно, видно, где конкретно резать. А, нет, выпуклые, выпуклые вот эти вот места. Здесь мы и будем резать, да. Вырежу по своей ноге, куда-нибудь положу. Но я не знаю, напишите, как они. Ну, вот это не отопедическая, а вот эта, да, стелька с памятью. Хорошо ли это вообще для ног? Стелька с памятью. То есть стелька будет подстраиваться под мою ногу. Хорошо же? Наверное. Так, 99 рублей стоит стелька. И пакетики вот такие я взяла. Обычные пакеты для продуктов. Они мне, короче, для всего вообще. Игрушки собрать. Я сразу выкидываю потом пакеты. Я их вообще не храню. Я их вот реально одноразово использую и выкидываю. И теперь пройдемся по еде. Печенька мюсли любятого. Мы с мамой уже покупали такое печенье. Нам очень понравилось. Здесь реально классный состав. Цельноовсяный хлопья, воздушный рис. Сладкая клюква и изюм. Вот реально они прям, ну, захлукали очень быстро. Без пальмового масла. Они в отдельных таких вот штучках здесь. Вот. Там по две или три тоненькие штучки. Прям кайф. Кто не пробовал еще, попробуйте. Думаю, понравится. Особенно, кто любит овсяночку. Так, и что у меня здесь? Икра кабачковая. Я ее уже покупаю за последнее время третий раз. Каждый раз я вам показываю. Она действительно мне нравится. Класс. Ем. Как из детства вкус. И взяла вот такие огурчики. Я помню, что мне нравились очень в фикс-прайсе огурчики с помидорчиками. Но я не нашла с помидорчиками. Я нашла только огурчики с огурчиками. А, и кукуруза еще. Представляете? У меня смешная история была. Я все покупаю на салат из кукурузных палочек. Но взяла одну кукурузу. А так у меня, ну, всего еще есть, да? Взяла только одну кукурузу. Сделала салат, значит. У меня остались еще крабовые палочки. Все осталось. Только нет кукурузы. Думаю, надо взять кукурузу. И, в общем, пока я долго ее покупала там, я в итоге съела все яйца и забыла, что я их съела. Я такая на радостях. Купила кукурузу. Прихожу домой, думаю, буду сейчас сделать салатик. Все уже достала. Уже чуть ли не начинаю варить. И смотрю, у меня нету яиц. Представляете? И потом еще несколько дней я ждала, пока я куплю яйца. Короче, я взяла уже две кукурузы даже. Одну в фикс-прайсе хочу попробовать. Помнится, что брала, вроде она такая сладенькая, прикольная кукурузка. И она еще такая чуть-чуть меньше, чем стандартная кукуруза Бондюэль. Ну, еще взяла также и Бондюэль. Все. Я ничего больше в фикс-прайсе не брала. Еще-то как будто немного, да? А, и еще мне девочки часто говорят, что типа, вот, зачем ты там берешь что-то и вот это захламляешь в ванну, да? Тысячу ковриков там постелила из фикс-прайса, когда лучше одно что-то взять. Хочу сказать, во-первых, пока у меня ремонт, я могу экспериментировать, что хочу. Я могу покупать, пусть оно временно, пока что там лежит. Понятное дело, что в планах у меня, чтобы в ванной у меня была полный минимализм. И, конечно, там не будет никаких таких ковриков. То есть там все будет со вкусом, ничего лишнего. Если коврик, то один. То есть так я планирую, да? Жить. Ну и другой момент, девочки. Я же покупаю все это специально для обзора. Возможно, я ходила бы даже в фикс-прайс намного реже, если бы не снимала для вас видео. Так как я для вас снимаю видео, некоторые продукты я беру чисто для того, чтобы реально показать. Вот мне самой, например, интересно, что там внутри, да? Но может быть мне оно совершенно и не нужно. Но я знаю, что я буду снимать видео, и вам захочется посмотреть, что там внутри. И я поэтому трачу на это деньги свои и беру для того, чтобы вам показать. А потом, как правило, я всегда это кому-то отдаю, кому нужно. Мне не нужно, например, но кому-то нужно, да? Вот. Поэтому вот так вот. Это связано с моей деятельностью, с моей любовью к съемкам видео фикс-прайс, обзоров, вот это вот все вам показать, распаковать. Вот. Но чаще всего, конечно, я беру то, что я люблю, то, что мне нравится. Но также попадают сюда такие вещи, которые я знаю, что они временно, и можно было бы их купить, потестить какое-то время, там, месяцок-два. Тот же самый коврик я постелила и кайфую, он на самом деле очень классный. Вот. Все, мои хорошие, люблю вас, целую. Мой инстаграм, обязательно, если вы видите какие-то новинки, которые еще не видели у меня в обзоре, присылайте мне, потому что это меня очень сильно мотивирует выйти из дома и что-то купить и снять для вас новое видео. Все, мои хорошие, я вас... Кхе-кхе-кхе-кхе. Не успела сказать, пока не покашляю. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, впереди много интересного и жду комментариев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok